здравствуйте ребята что-то там заходит он погремливает погремливает не в этом дело дело в том что когда-то вот здесь вот когда-то вот здесь вот я просверлил отверстие ответь и сюда заходит вот эта антенка заходит но мыслишь они приходят очень много таких дел хозяйка не видела смотрите сколько еще насверлил отверстий и вот тут еще и вот тут вот 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 тоже слышать может дождик пойдет так что вот это вот я насверлил значит что что у меня я восстанавливаю вот это вот антенна вот она видите вот она идет из окна и вот туда пошла вон и под этим самым под крышей там какую-то вот комнату как-то назвать нет как-то назвать все на он там выходит вот она ведь он изолятор 1 2 вот она связывается и пошла 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 и вот он луч идет так вот там сейчас покажу до засохшие дерево она засохла у нас в прошлом году засохла желтая черешня но антенна так у меня осталось потому что она бывает я восстанавливаю вот так была антенна вот сейчас оттуда покажу вот она ее читая замок 16 already антенна и вот она идет идет идёт идёт идет 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 одном 190 журнал9 велики он висалия тердели твом так крыша там белеет и где-то значит было она немножко не так вот этот изолятор был вот так и вот сучечек не вот и вот этот изолятор ну сейчас покажу что случилось ну за тот пенечек вот была привязана и так она была оттягивалась вот посмотрите во сколько градусов она тут поворачивает там начнет снижение там вот на доме на доме повыше потом отсюда приходит пониже наклон и вот это вот пошла эти вот пошел луч вот туда туда пошел ведь вот я не знаю видно или не будет или не видно ну вот сейчас я покажу вот сейчас оттуда покажу вот это над виноградами идет значит над виноградом все из-за этого виноградой получилось значит долго она у меня это антенна работала так там по месту так туда-сюда общем ну короче говоря вот она ведь я один уж пошел вот туда изолятору вот он он у меня это видно не туда пошел луч вернее оттуда его очень идет на снижение пошел отсюда сюда 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 смотрartawan да вот и вот если он проходил модел на рядом мне там�andan видите он сейчас покажу вот видов радкус и вот она так вот приходите проходил но в одно прекрасное время в одно прекрасно он так Обтянулся, провод сам со временем провис, и виноград, этот виноград, начал туда доставать, доставать, доставать. И в конце концов получилось, что он так заплел, так заплел, так заплел, смотрите, что получилось. Вот это виноград, вот это в глаза висит, видите, она на антенне висит. Вот сейчас я туда пройдусь, покажу. Значит, вот это вот она проходила так вот. И он ее так вот нагнул, этот виноград, куст. Заплелся, и там от дерева, от изолятора его. Вот там вот. Вон, видно, да, изоляторы. Вот от того изолятора, от левого первого. Значит, антенна оборвалась. Вот здесь я ее прикрутил. Ну, чтобы виноград уже рос так уже, как ему захотелось. Вот. Ну, на днях я восстановил. Значит, что я сделал? Что я сделал? А сделал я вот что. Сейчас покажу. Значит, поставил я, принес сюда лестницу, поставил. Залез на дерево, вот туда. Опустил сюда вниз. Привел, дотащил сюда электричество. Ну, вилку, вернее, розетку протянул, паяльник. И припаял вот этот вот кусочек луча, вот этот, который вот сейчас вот идет он. Вот так вот идет. Вот я его припаял, и залез туда, и прикрутил. Вот, залез туда я, и прикрутил. Вот. Но, но получилось, что, что его немножко не хватило у меня, вот этого луча. Вот. Луча. Поэтому я еще, что я взял? Еще взял вот здесь, и вот так вот прокрутил временно. Временно вот сюда вот я прикрутил. Вот так, чтобы он не ушел, не улетел никуда. Вот. Вот так вот сюда вот прикрутил. Вот. И пошел еще кусочек нашел. Вот. И где у меня пайка? Вот она пайка, видите? Вот это вот. Вот она, видите? Еще допаял вот этот вот кусок, кусок провода. Знаете, получается у меня вот оно что. Вот оно что получается. Видите, ребята? Вот оно. Вот. Вот оно. Видите? Вот оно. Идет. Вот тут вот с соседом договорился. Трубку вставил сюда и прикрутил изолятор, и антенна была. Сейчас я вот оттуда покажу. Вот оно, видите? Идет вот сюда. Белая смородина, красная. Ох, гремит. Да, не будет все равно дождя. Вот. И вот эта вот антенна, вот она была, видите? Вот тут тоже виноград по ней плелся. Видите? Это от усопа оставалось. Вот она. Вон туда выходит она. Значит, и была она прикручена вот на этот изолятор. Так она и осталась, видите? Вот она, этот изолятор. Вот так прикручена. Вот трубка вставлена. Вот сюда вот так вот. Вот. И прикручена. Ну, эту проволоку, новый луч я натянул. Вот. Видите? И что сделал? Ну, сюда опять проделал и пришлось смело сюда прокрутить. То есть, получился вот этот луч электрический, получается, связанный с этим, да? Получается, он касается как-то тут, сюда, туда. Вот. Ну, вот сюда, к чему я все весь разговор веду. Вот. К чему я весь разговор веду? Вот он, видите? Вот этот провис, он виноград на нем висит. Вот. Этот луч идет выше, а этот ниже. Так что, вот. Сколько тут метров, я не знаю. Ну, в общем, так. Я с одним своим хорошим товарищем поговорил, ну, и рассказал ему про вот эту вот свою антенну, восстановленную свою. Вот. А он говорит мне. А он мне говорит, что длина антенны, длинный луч, наклонный луч, должна быть не менее 55 метров. И только тогда она будет строиться вот на то, что тебе нужно. Вот. И получается, что у меня так вот этот луч идет туда, там он замыкается, и вот сюда идет, а тут просто на трубу металлическую прикрученный. Короче, что оно такое, непонятно. Вот. Ну, думаю, что надо теперь, значит, мне вот этот или этот изолятор, ну, это уже будет, наверное, потом, когда я буду настраивать антенну, добавлять еще провод. Вот так вот, ребята. Ну, и, наверное, же будет интересно, что же она, что же она имеет. Вот, видите, сколько населило отверстия. Отсюда хорошо их видно. И тут для, для этих, для заземления, для противовесов. Значит, так. Кроме антенны у меня еще есть, вот там вот, видите, идет, я не показал, он идет, видите, вот раз, вот. Вот, и вот туда дальше, и вот там аж шин, шинка, вот эта вот шинка, вот она и выходит, видите, в окно. Вот она, шинка у меня здесь. Вот она туда заходит, выходит, заходит, выходит, и вот там вот лежит тот же кончик. Но я штыря там не забывал пока. Оно там, как с крыши, вот так вот вода течет, там сыро и тень, и там дола влага сохраняется. Ну, ладно, не в этом дело, а дело в том же, надо показать, что же, что же, что же тут получилось с моей антенной. Значит, я что сделал? Взял, и вот этот кусочек провода, вот такой у меня, одножильный, вот сюда, к заземлению, прошпандорил. Давайте сейчас посмотрим, что же нам покажут, покажут нам, какие параметры. Вот, ну, этот провод, чтоб не, не, как-то я его так взял на отвертку, намотал на ручку, вот, чтоб он сильно не был длинный, не болтался. Значит, сейчас я вам покажу, что же у нас получится. Так, вот теперь мы смотрим, вот она, видите, я вставил, вот она пошла, 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 пошла туда, и вот это вот заземление. Так, смотрим, что у нас тут, я думаю, не плохо, так неудобно будет, значит, так, что у нас тут, сейчас, значит, даже не знаю, как, я сейчас, наверное, попробую штатив пронести. Так, сейчас посмотрим, что он у нас тут показывает. Так, плохо как-то освечивает. Так, я буду, как-то так, надо мне... Так, от 1 МГц до 30. Сейчас смотрим у нас. Что он тут побежал, побежал. Ну, тут два маленьких, первых резонанса с правой стороны, раз, два, три, не очень хорошие. А вот этот, так, резонанс на какой частоте? На 4, 190. На 4, 190. Что-то я не поймаю фокус. Так, а этот будет у нас на сколько? А этот будет на 1298, так? Резонанс. Ну, КСВ, конечно, тут у нас 1,80. Видно там что-то? Я плохо вижу, плохо вижу, отсвечивается. Так, 1,18. 1,8. КСВ. На, на частоте. Значит, ну, так когда-нибудь покажу отдельно. Ладно. Сейчас вот так подближу. Так. 1,8. Так, что у нас тут? Сопротивление 125 Ом. 125 Ом. Вот такие параметры. Так, я бы что хочу сейчас сделать. Я прямо сейчас хочу, минуя вот это, посмотрим, что получится. Если минуя вот этот кусок. Показываю, оно не показывается. Сейчас вот этот миную и прямо на заземление посмотрим, что получится. Так, вы видите, что всё исчезло. На улице уже дождь морозит. Так. Тут ещё хуже стало видно. Окно. Значит, вот видите, тут сколько? Раз, два, три. Пять резонансов, да? И вот там КСВ 1,8. Ну, сейчас давайте, сейчас я вот этот провод, лишу его, вот сюда прямо на заземлении вот коснусь и посмотрим. Знаете, сколько сразу резонансов появилось, вот. Видите, но КСВ уменьшилось, вернее, увеличилось. Вот оно, видите? Так что, вот такое дело, как влияет этот кусок провода. Вот поднимаю. Видите, сразу исчезает. Вот оно, видите? Сейчас коснусь. Вот сколько. И КСВ, видите, уходит. Ну, ладно, когда-то надо проловчиться, как снимать и потом покажу. Ну, в общем, вот такой кусок провода, видите, как он влияет, вот. Вот такой кусок провода. Так, ребята, ладно. Мучаю её вас и себя. Благодарю всех за внимание. Удачи всем. До свидания. Удачи.